Всем привет! Вибачайте за мисс Суджика. Расскажу, как сделать клон приложений, то есть клонировать одно приложение на разные устройства. То есть можно сделать дубляж, например, из всего приложения Kali, бачите? Приложение для записи разговоров. То есть купленное приложение стоит на одном устройстве и хотите такое самое продублировать на другие устройства. Даже можно с возможностью с другого клауда. Например, у меня тут iPhone 6, тут в нем стоит iPhone 7, а это iPhone 6. То есть получается на iPhone 6 стоит совсем другой iCloud. А хочется это самое приложение. Вот видите, тут приложения нет. Сейчас я, видите, в поиске убито у меня. Ну не осечивается, нет такого приложения. Если зайти в App Store, вот он, смотрите. Тут есть приложение, то есть возможность есть скачать. То есть нажимаем на скачку, ждем. В общем, ждем, наверное, долго ждем. Интернет у нас тут хромает. Точнее, ничего вообще нет. Используем оператора Kyivstar. В общем, пока у нас скачается, наверное, надо, бачите, вообще не хочет скачать. Какой-то поставить таймлапс. Не знаю, может минуты 2-3 займы, а то и 5. Кто знает, сколько. В общем, ждем. Наконец-то прошло уже 5 минут. Докачалось все это приложение. Кошмараетесь. В общем, здесь открываем приложение. Так, грузится. Ну, айфончик старый. Шестерочка. Грузим, грузим, грузим. Опа, есть, загрузилось. Так, 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 так. Так, вот червоне, опа, купить. Мы же не хочем купить, нам хочется бесплатно. Так, нажимаем опять. Так, давайте, хочу бесплатно. Ёп, хочу бесплатно. Давай, давай. Опять купить. Ничего. Сейчас мы зайдем все-таки в меню. Во, запустилось меню. Дивиться. Нажимаем тут, и тут пишется, что купите премиум версию. Нажимаем купить премиум версию, есть купить там напівгода, есть купить навсегда. Хоман, купить навсегда. Уа, 47 долларов. Я ж не бизнесмен, чтобы купить по 47 долларов. У меня таких бумаг нет. А купить хочется, и хочется навсегда купить. Что нам сделать? Надо удалить это приложение. То есть берем, удаляем приложение, чтобы его не было. И забываем все об этом. Короче, кладем, не, не кладем, сейчас секундочку. Вотчик, выключу, все. Кладем телефон. Берем телефон, где есть это приложение купленное, установленное. Берем шнур до компьютера. Подсоединяем или до ноутбука. Разницы немае. Так, сейчас синхронизируется. Запускаем приложение. Так. Приложение, я думаю, знаете, где скачать. В интернете есть приложение. В общем, даже не буду называть. Вы сразу поймете, какое приложение. Так, все запустили. Так, отмена. Нажимаем. И еще раз нажимаем. Отмена. Так, что мы тут бачим? Мы бачим, у меня тут три айфона. Два айфона семерки. И один айфон шесть. Ну, я сейчас подключил айфон сім. И у меня айфон сім зверху. Нажимаем, смотрите. Тут с правой стороны есть нажать. Вот так вот нажимаем сюда. И это есть возможность, что правильно? Скачать приложение. Выбираем тут скачать. И тут надо сделать резервную копию. В уголку клац. Нажимаем сделать резервную копию. Клац. Нажимаем. Вот так вот. Так, выбираем досохранить на рабочий стол. Так, и откуда взять? Сделать резервную копию или же выбрать резервную копию? Ну, как у вас нет, выбираем. Или можно вообще все. Зараз лучше выбрать приложение. То есть сделаем резервную копию всех приложений. Самый простой вариант будет. Все равно будут все не скачиваться. Просто из них извлекатимы. И, короче, выбрать на рабочий стол. Нажимаем клац. Еще раз нажимаем клац. Все. Процесс пошел, запустился. Так, мы сейчас отключим. Так, как у меня уже есть готовый. Бо это время займет очень много. Отключаем. Чистить. Все. Дивите, у меня есть уже готовое приложение. Извлечено резервную копию. Так, что нам для этого надо? Нам надо для этого iPhone 6. Подсоединяем. Кстати, вот на этом iCloud 1 стоять. То есть в этом iPhone. На этом iPhone iCloud 2 стоять. Надо из этого, что из iPhone 6, снять iCloud и выйти из iCloud. То есть, только не удалять ничего. И поставить это самое iCloud, что на iPhone 7. То есть, из iPhone 7 надо ввести iCloud в iPhone 6. Но надо еще убрать, найти iPhone функцию. То есть, отключаете функцию найти iPhone, вводите iCloud из iPhone 7 и все пользуетесь. Дивите. Теперь заходим на iPhone 6. В первом столбчике тут выбираем приложение. АПП 100 раз. С точки цели, грубо говоря, мягко сказано, значок приложения. Дивите, у меня приложение тут не имеет ничего. Сейчас оно подгрузит. Так, у меня этот шнур виходит со строя походу. Сейчас. Секундочку. Перещелкну. Любо смекаю. Может заработать. Так, вроде бы. Вроде бы синхронизировался. Сейчас ждем. Давай, давай, давай. Быстрее. Во, все запустилось. Дивите, все приложения, что у меня в iPhone стоит, все высечиваются на мониторе ноутбука. Теперь посмотрим. Унизу написано. Загрузить на устройство. Выбираем файл. Так, потом рабочий стол, где у нас хранится этот файл, что мы извлекли резервной копией. Так, крутим вниз. Прокручиваем. Так, файлик. Ось файлик. Нажимаем на этот файлик. Открыть. Класс. Открываем. Так, тут было, было. Да, продолжить. Нажимаем продолжить. Что у нас тут свечится. А, теперь надо ввести iCloud. То есть пароль от iCloud, который на iPhone 7 стоял. То есть до этого iPhone надо ввести iCloud. Потому что все приложение привязано до этого iPhone. То есть получается вот такая вот штука. То есть берем. Сейчас проводим пароль. Сейчас. Анонимность надо. Сейчас закроем. Пароль слишком известный, чтобы его называть. Так что конфиденциальность. Сейчас накладывать. Секундочку. Класс, класс, класс. Класс, 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 класс. Класс, 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 класс. Дуже велик. Все. Все ввели. Слева галочку не ставим заполнить. Так как если два фактора идентификации у вас не пройде аудентификацию. То есть надо без галочки ставить. То есть после того, как вы ввели все. Просто нажимаем. Поехали. Так. Где у нас тут iPhone. Процесс пошел. Запустился. Сейчас секундочку. Вот так вот. Теперь ждем. Пока оно тут прогрузит. Сейчас оно через интернет загружает. Там приложение туда-сюда прокачивает. Ну как Apple сами понимаете. Как оно прокачивает, потом начнется запись. В общем долго это дело будет. Будем ждать. Так. Пять минут мы ждали. Пока это дело через интернет прокачалося нашим интернетом. Даже ноутбуковая подсветка как раз через пять минут, как вы видите, потухла. В общем уже дошло до кондиции. Сейчас пойдет обработка и загрузка непосредственно на iPhone. То есть это была там виртуальная какая-то там. Через сервер что-то обновлялось. А теперь сейчас пойдет скачка на самое устройство. О. Все. Пошла загрузка. Бачите. Пикапчик. Теперь сейчас перекачается на iPhone. То есть память iPhone сохранится. Тут уже в принципе быстро оно все дело пиде. Довго. Ничего ждать не пройдется. Кстати. Воно как догрузит до кинца. iPhone заново пиде перерегистрацией. То есть iPhone перезагрузится. Все восстановленные файлы поставлены на свои места и попросишься ввести пароль от iPhone. То есть ваш код. И потом надо, чтобы у вас интернет, чтобы опять провели авторизацию. Ну то есть грубо говоря, мягко сказано. Так что надо повнить код от устройства. Так. Оба. Бачите. Перезагрузился. Практически пошел в самолет. Сейчас перезагрузиться. Надо будет вести пароль. Так. Дивиться. Пароль же в статье вашего iPhone. То, что был перед этим. Ну вы как авторизируетесь. Вводите опять же все эти данные с этого iPhone. Ну и в перенесении сюда же были. Так. Wi-Fi подключается. Сейчас должен бликнуть и должен запуститься. Так. Опять попросил пароль. Вводим пароль. Так. Что-то завис. Так. Ага. Все. Он уже прошел авторизацию. Проводим пароль. Все. Все запустилось. Активизировалось. И должно работать. Во. Есть приложение тут. Запускаем. Запускается. Дивимся. Дивимся. Все. Запустилось. И у нас, как вы видите. Ха. Прямая версия. Нема тут значка, где купить. То, что тут куплено уже навсегда. То есть теперь можно клонировать, на сколько хочется устройство. Только есть один момент. Каждый раз, как вы будете его обновлять приложение, вас будет запрашивать пароль от того iCloud, от iPhone 7. Ну то есть предыдущего. То есть вы из этого iCloud выйдете, что сейчас у вас на этом iPhone, выйдете свой старый, что был перед этим, и будете пользоваться. И это будет приложение у вас купленное стоять. Даже можете резервную копию делать с этим приложением. оно останется. Только вдруг при обновлении будет запрашивать старый кот с другого iPhone. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok